Здравствуйте! Вот со дня основания карантинной службы. То есть получается, это еще при советских временах появилась эта организация. А что к этому привело, для чего она появилась и какие задачи она сейчас решает? Ну, давайте я, наверное, расскажу коротко в принципе об истории карантина. Впервые термин «карантин» был применен в Италии. Это было более 600 лет тому назад. И именно термин «карантин» применяли к морским судам, которые приходили из других государств и ставились на рейд в течение 40 дней, чтобы избежать разноса заболеваний из других стран. В сельском хозяйстве термин «карантин» впервые был применен во Франции. Это было в 1800 каких-то годах. То есть родоначальником истории карантина была Европа. Во Франции именно первое законодательство было направлено на занос распространения вредителей виноградников. Завозился импортный посадочный материал, и чтобы не допустить гибели виноградников с заболеваниями винограда, вот был применен впервые такой термин. Именно в России родоначальником карантина был Александр II. В 1873 году был издан указ о запрете ввоза виноградной лозы. И с 1873 года стали развиваться карантинные мероприятия, которые в какой-то степени послужили началом карантинной службы. И уже в Советском Союзе в 1931 году при Народном комиссариате земледелия была создана Государственная служба карантина растений, которая присоединилась к тому времени уже во многих странах имелась карантинная служба. И в Италии была создана Единая национальная организация по карантинной защите растений. Была подписана Международная конвенция. В 1929 году была подписана Международная конвенция. Впоследствии Советский Союз тоже к ней присоединился. И надо сказать, что и сейчас мы пользуемся этой Международной конвенцией. То есть все страны, в которых есть карантинная служба, деятельность именно карантинная служба основывается на Международной конвенции. Сейчас, в настоящее время, с 2005 года, именно Государственная инспекция по карантину и защите растений ликвидирована. И ее полномочия переданы Россельхознадзору. В составе Россельхознадзора мы, как отдел, представляем собой национальную организацию по карантину и защите растений Российской Федерации. То есть это такая штука уже достаточно устоявшаяся за годы, получается, работа? Да, конечно. Именно с 1931 года у нас начало формироваться карантинное законодательство. Был сформирован перечень карантинных вредных организмов, которые распространены в других странах, но отсутствуют на территории Советского Союза, или ограничены, распространены, с которыми призвана бороться карантинная служба. Она должна не допустить их дальнейшего распространения. Давайте тогда поговорим про растительную продукцию сейчас, которая поступает на территорию Омской области. То есть кто и как следит, сколько человек, ну и, наверное, какие-то, может быть, этапы контроля можно назвать, определенные. Ну, вся растительная продукция, она делится на продукцию с высоким фитосанитарным риском и низким риском, да. Продукция высокого фитосанитарного риска, она названа так, потому что имеет много шансов быть зараженной карантинными вредными организмами, да, так скажем. Вот. И продукция низкого риска, это продукция в основном переработанная, там какой-то древесный упаковочный, крепежный материал, который проклеен, чай, мелкомолотые специи. Это продукция низкого риска, в которой редко можно встретить наличие карантинных вредных организмов. К нам вся продукция поступает, ну, в основном это страны Средней Азии. Таможенный союз, Узбекистан, Китай в незначительной степени. Вся продукция проходит обязательный контроль в пунктах пропуска. Да. Но мы знаем, да, что с введением таможенного союза границы перенесены на внешнюю границу. Но, тем не менее, контроль при пересечении границы между Россией и Казахстаном, он все равно осуществляется. У нас там установлены карантинные фитосанитарные посты, где проводится в первую очередь документарный контроль. Затем проводится осмотр груза на соответствие требованиям документов, на выявление внешних признаков заражения опасными вредными организмами. И затем уже принимается решение о разрешении ввоза или возврате такой продукции. Если продукция разрешается к ввозу, она поступает на склады получателей. По законодательству таможенного союза получатель обязан уведомить службу карантина растения о поступлении такой продукции. При поступлении уведомления мы выезжаем для проведения фитосанитарного контроля. Проводится осмотр продукции детальный. При необходимости проводится досмотр, то есть с отбором образцов и установлением фитосанитарного состояния. И затем уже выдаются документы, которые разрешают использование этой продукции на территории Российской Федерации. Я понимаю, почему так тщательно, поскольку карантинные объекты могут принести большой экономический урон. А для людей, для здоровья какая-то опасность есть, если они все-таки попали в Омскую область, например? Есть, конечно, большинство карантинных вредных организмов, почему они попали в перечень. Они имеют очень хорошую приспособляемость, то есть они очень хорошо могут приспосабливаться к условиям внешней среды, к проведению обработок. И таким образом они наносят большой ущерб растениям, посевам. Но есть, например, у нас в Омской области он тоже распространен, горчак ползучий. Он имеет ограниченную площадь, конечно, имеются очаги у нас в трех районах. Если такое растение попадает в сено, например, то молоко, оно начинает горчить. Есть опасный такой сорняк, который в Омской области ему не подходят температурные условия. И, наверное, это радость, да? Амброзия. Амброзия полынолистная, трехраздельная. Они являются сильнейшими аллергенами. И в тех регионах, где распространена амброзия, там очень много аллергиков, амброзия вызывает такое заболевание, как амброзийный поленос. Вот поэтому очень много сил именно направлено на ликвидацию очагов амброзии. А вот сезон фруктов и овощей у нас приближается. Начинается уже торговля черешней, иногда арбузы уже чуть ли не в мае на прилавках появляются. Не рановато ли? Можно ли вообще такие продукты употреблять в пищу? Ну, контроль этой продукции проводится постоянно. Сейчас у нас идет ввоз черешни именно из Узбекистана. Там она уже созрела, там условия позволяют вырастить такую продукцию рано. Арбузы у нас в основном сейчас поступают еще иранские. Тоже проводится обязательно карантинный фитосанитарный контроль. Карантинных объектов такой продукции мы не выявляли. То есть она вся разрешена к использованию на территории Омской области. Будем говорить про область. И контроль безопасности тоже проводится. Но превышение пестицидов мы не выявляли. Просто есть такая уже, наверное, стереотип, это правильнее назвать. Что если арбузы, то только в августе покупать надо безопасно. А если черешня, то где-то июнь, по-моему, или июль. Ну, здесь все зависит от погодных условий в той стране, откуда они завозятся. У нас в этом году тоже весна же пришла очень рано. Поэтому, ну и такая продукция тоже, она появилась у нас немножко раньше, чем обычно, да. Я думаю, потребители обратят внимание. Смотрите, есть наверняка что вспомнить, какие самые запоминающиеся, самые значительные нарушения за вашу практику встречались. Какие-то, может, грандиозные такие были проблемы. Ну, если говорить о выявлении карантинных вредных организмов, то мы выявляем их постоянно. И их количество где-то, ну, от 70 до 80 в год мы выявляем. Вся продукция, это подлежит, конечно же, карантин, проводятся фитосанитарные меры, да. То есть, либо возврат, либо уничтожение. Или в ряде случаев еще возможно проведение профилактического обеззараживания. Вот, ну, наверное, если говорить о самом запоминающемся событии, это возврат пяти вагонов фруктов в Узбекистан. Пяти вагонов? Пяти вагонов, да. Так понимаю, там были с документами проблемы? Да, там были проблемы с документами. И мы не допустили их ввоз на территорию Омской области. Угу, хорошо. Год у нас такой достаточно непростой. Очень многое поменялось и в плане экономики, например. Да, импорт-экспорт. Очень сильно изменились эти показатели. Вот структура в нашем регионе. Импорта и экспорта. Как она поменялась? Я так понимаю, много у нас теперь зерно. Очень большую роль играет. Очень много играет, в принципе, растительная продукция. И наши аграрии способствуют в этом плане. Как сейчас тут обстоят дела? Ну, импорт. Поступление импорта у нас не изменилось. У нас в основном, как я уже говорила, да, у нас все фрукты, овощи у нас поступают в основном из стран Средней Азии. Поэтому как поступали оттуда, так поступают. Основной объем экспорта у нас, конечно же, приходится на зерно. И, ну, немножко назову цифр. Если, например, в 2018 году экспорт зерна из Омской области составлял 400 тысяч тонн, то в этом году только за 4 месяца мы вывезли порядка 480 тысяч тонн. В прошлом году этот объем составил 800 тысяч тонн. В этом году, конечно, с введением ограничений на вывоз зерна у нас впервые за много лет увеличился объем отправки продуктов переработки зерна. Если раньше мы за год отгружали где-то порядка 7-8 тысяч тонн, то в этом году за 4 месяца мы отгрузили больше 20 тысяч. А вот качество омского зерна, я так понимаю, это тоже показатель, который должен быть на высоком уровне, опять же, из-за экспорта, но и для собственных потребителей. Соответствует ли оно ожиданиям, высоким планкам поставленным? Ну, на самом деле, каждая страна, которая принимает ту или иную продукцию растительного происхождения, она предъявляет к ней различные требования. Это и в части карантинного фитосанитарного контроля, и в плане качества, безопасности, наличия остаточных количеств пестицидов. Такой контроль обязательно проводится. Каждая экспортная партия проходит контроль и фитосанитарного состояния. И качество и безопасности. Ну, надо сказать, что нотификаций по отгрузкам зерна и продуктов переработки мы не получали. Вот за всю историю по качеству и безопасности мы не получили ни одной нотификации. Наверное, можно сказать, что соответствует. Ну, и если говорить о подготовке экспортных партий, то для ряда стран это ведение реестра экспортеров, куда вносятся только проверенные компании, которые соответствуют требованиям именно страны-получателя. Сейчас у нас большой объем экспорта идет в Китай. Мы работаем с Китаем уже шестой год по экспорту. Подписано много протоколов по ряду культур этой пшеницы, ячмень, овес, подсолнечник, гречиха, лен, рапс. И Китай предъявляет к ним очень большие требования именно в части качества безопасности, да, и именно к процессам производства. Поэтому все зерно, которое отправляется в Китай, оно проходит контроль именно от семенного материала и до погрузки в вагон. Вот, и вот этим всем мы занимаемся. А перейдили как раз про семенный материал, хотел спросить, потому что, ну, здесь, наверное, тоже отдельная важность, да, у такого контроля, у таких проверок, поскольку, в общем-то, что посеешь, то потом и пожнешь, если вообще что-то взойдет. Да, а какие здесь критерии, какая здесь работа ведется, какие-то, может быть, особенно жесткие тоже требования есть? Ну, контроль семенного материала, да, это, конечно, это отдельная история. В принципе, семенной материал у нас поступает как отечественный, импортный, так же, и если говорить о зерновых, да, то Омская область себя обеспечивает практически в полном объеме семенами. И большую часть семян мы отгружаем на экспорт. Ежегодно на экспорт мы отгружаем где-то порядка 6-7 тысяч тонн семенного материала. Ну, это в первую очередь наши большие крупные семеноводческие хозяйства. Весь семенной материал, который к нам поступает из-за границы, он в обязательном порядке проходит как карантинный фитосанитарный контроль, да, контроль за сортовыми, пассивными качествами. И в обязательном порядке проводится контроль содержания ГМО. Вот, это то, что касается сельскохозяйственных культур. Если мы говорим о ввозе семян овощных и цветочных культур, да, это ближе дачникам, они к нам поступают уже в основном из регионов Российской Федерации, где они прошли уже первичный контроль, прошли таможенное оформление, первичные исследования по карантину. Затем были перефасованы в мелкую потребительскую упаковку и доставлены уже на прилавки. Такой контроль мы тоже проводим. И надо сказать, что даже при том, что это контроль уже давно проверенной продукции, да, мы выявляем очень много случаев заражения карантинными вредными организмами. Ну, в первую очередь это сорное растение и амброзия полонолистная, и череда волосистая. Очень много повеликим мы выявляем. Ну, здесь, конечно, при выявлении на приусадебном участке каких-то неизвестных растений нужно обязательно известить службу карантина растений, именно наш отдел, именно о выявлении неизвестных вам растений, чтобы мы выехали, провели экспертизу и не допустили дальнейшего распространения, если это действительно карантинные вредные организмы. Ну, и в финале беседы такой вопрос, может быть, со звездочкой. Часто бывает, что к нам в редакцию люди обращаются, присылают фотографии, звонят. Дескать, насекомые прямо выедают омские леса. Вот насколько это страшно, насколько есть вообще повод для переживаний? Как с этим боретесь вы, и как вообще с этим можно бороться? Ну, борьбой занимается все-таки Центр защиты леса. Мы выявляем только именно карантинные вредные организмы, которые запрещены, как я говорила уже, внесены в перечень особо опасных. Для этой цели мы применяем феромонные ловушки. Ежегодно мы развешиваем где-то порядка полутора тысяч феромонных ловушек на разного вида вредителей, в том числе на вредителей леса. И для того, чтобы говорить о том, что вот прям выедают, это должен быть очаг. На сегодняшний день у нас очагов карантинных вредных организмов, именно лесных массивов, мы не выявили. Единичные экземпляры, да, встречаются при применении феромонных ловушек. А чтобы говорить прям о какой-то катастрофе, нет, у нас такого не бывало, да. А вот часто говорят, какой-то опасный шелкопряд в Омской области. Есть он или тоже такая информация, малоподтвержденная? Шелкопряд у нас есть. В перечень карантинных организмов таможенного союза у нас включен и сибирский шелкопряд, и непарный шелкопряд, азиатская раса. На этих вредителей мы также применяем феромонные ловушки. И по информации Центра защиты леса у нас очагов, таких вредителей в Омской области нет. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо. А я напомню, у нас в гостях была начальника отдела карантина растений качества и безопасности зерна и семенного надзора управления Росельхознадзора по Омской области Лариса Чернышева. Следите за эфиром Омск ТВ и оставайтесь в курсе главных событий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова